Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 15 июня. У нас сегодня немножко-немножко попрохладнее. Будет 21-24 градуса. Перед этим стояла нещадная жара. Вынуждала нас только поливать, поливать и поливать. Я очень удивилась. Сегодня утром, ну как обычно, всем нам рассылки же делает. YouTube предлагает, посмотрите это видео, посмотрите это. И там вот выскочило видео украинского блогера позавчерашнее, за 12-е, как он рассказывает там. Ну неважно, о чем он рассказывает, о томатах. Я посмотрела, у них в открытом грунте томаты намного меньше, чем наши. Действительно, этот год какой-то аномальный. Он стоит, у него томаты до колена. А мы сейчас вот стоим, у меня томаты по грудь, уже по две кисти завязалось. И все, вероятно, перевернулось, потому что пишут и из Минска, и из Киева, что у них холод, что у них такая погода, что ничего не растет. У нас в этом году, конечно, нам жаловаться грех. Если из последних новостей, сегодня буду первый раз применять вот этот настой куриного помета. Появление вот этого куряка вынудило меня очень много информации перелопатить, прочитать про него. Вот и сообщение зрителей вывело для себя алгоритм работы с ним. Буду все это показывать. Мы каждый день с Катей, вот там Катя пасынкует, подвязывает, занимаемся подвязкой, пасынкованием. Мы не успеваем за этими томатами. Только их подвяжешь, пасынки отщепнешь, наросли новые. Только подвяжешь, наросли новые. Сейчас покажу вам. Смотрите, какие кистищи висят в открытом грунте. Такого сроду никогда не было, чтобы в первой половине июня было столько завязей, чтобы томаты висели такие огромные. Но вот куда ни сунь камеру, везде огромные плоды. Смотрите, это уже не первые кисти, это вторые такие. Есть даже у которых томатов третьи. Мы ходим, я говорю, я в теплицу вообще захожу, как Алиса в стране чудес. Снизу вверх смотрю на них. Это вот в открытом грунте такие. Так, куриный помет изучаем. Сегодня будем применять. Появление всех этих новинок заставляет, конечно, расширить свой кругозор, немножко увеличить знания. Также появление вот этой китайской палатки заставило меня сегодня встать в 6 утра и вместо обработок анарода садиться в интернет и смотреть информацию, видеоролик, как другие люди рассказывают, что там выращивают и как. Если честно, я могу при себя сказать, что я человек не очень испорченной цивилизацией и таких палаток ни разу не видела, потому что мне видеоролики смотреть некогда, и все в огороде и в огороде. И оказывается, есть вот такие палатки, и у многих людей они выращивают там что-то. Вот в этом году попробую я что-то вырастить. Разрастаются мои томатные джунгли, и если вот эти крупноплодные поражают меня размером плодов в первой половине июня, то вот эти скороспелки поражают обилием завязей, обилием количества томатов. Вы посмотрите, они все-все-все-все-все унизаны. Проверяю еще. Сейчас покажу еще одни. Вот с этой стороны, которую, помните, я говорила, при 3 градусах ночных они у меня завязывали плоды, а не до того у них много уже этих завязей, они начали валиться от обилия плодов, и наконец-то они приобрели, вошли в фазу молочной зрелости, то есть из зеленых лягушат они начали светлеть, цвет начал меняться. Это значит, они вот, возможно, поспеют скоро, но дело в том, что они до того унизаны все плодами, что они даже, никакие кулышки, им уже ничего не помогает. Пыталась привязать их, они все обваливаются, и это вот на всех скороспелках. Нынче столько много скороспелок, обычно они не такие плодовитые, но им в открытом грунте нынче очень понравилось. Тепло прет все. Я уж не говорю о тех сортах, которые сами по себе, как говорят, они такие, у них массовые листва, вот эти петруши огородника, сибирская тройка, они так разрослись, такие темно-зеленые, и висят уже маленькие, вот они, петрушечки, а вот она еще маленькая. Хотя я их высаживала и сеяла для выращивания в открытом грунте и для поздней высадки формируются плоды. И вот все, сейчас на этой неделе мы закончим, как сказать, третью подвязку, и я начну уже подробно показывать и рассказывать о разных сортах. Каждый год я подхожу в той фазе, когда казанова еще маленькая, и любуюсь на эти вот маленькие, тоненькие, тоненькие, вот эти маленькие пиписьки казановы, они такие крошечные, такие милые, скоро они вытянутся и будут здоровые, большие, но вот когда маленькие, ну так же, как дети, наверное, они милее всего, вот это вот вообще висят палочки, смотри, вот такие крошки, как маленькие детки, это груднички. Очень хорошо завязываются баклажаны, вот этот сорт Вера мне очень нравится, он такой декоративный, красивый. Он, правда, будет не вытянутый, а кругловатый, как грушевидный. Но это вообще, это что-то невообразимое, Надюша вообще не дает мне проходу. Все, до свидания. У нас средина июня, все прет как на дрожжах, все завязывается, все растет, а кошка поедает, приходит и грызет листья баклажанов и всю траву.